здравствуйте друзья страшная трагедия случилась в Киеве опять прилет русских ракет по городу и причем по жилому дому и детскому садику в девятиэтажку сначала прилетела ракета которая разрушила седьмой восьмой девятый этажи под завалами находятся люди спасатели пожарники и до сих пор работают над том чтобы их спасти первое удалось спасти 7-летнюю девочку она жива есть К сожалению, не погиб ее отец, который прикрыл ее во время обвала потолка. Позже нашли ее мать. Она травмирована, но тоже жива. Несколько времени пролежала под большой тяжелой плитой. Как бы знаково в этой истории то, что мать этой девочки, женщины, которые спасли последние, являются гражданкой Российской Федерации. Сегодня Российская Федерация бомбила украинский город, разрушила украинский дом, а в нем россиянку, гражданку своего же государства. Драматизм этой истории заключается еще и в том, что в этом доме оказалась женщина, которая только несколько дней назад уехала с север Донецка, в Луганскую область, откуда она бежала от войны, от боевых действий. И вот только она приехала в Киев, поселилась в столице и в этот же дом тоже прилетела ракета. Война преследует людей, где бы они ни находились. Война продолжается во всей стране. Не только на востоке или на юге. И страдают от этой войны все, находятся в Украине. Знаете, цинизм этого обстрела еще заключается и в том, что сегодня воскресенье. Ракета в жилой дом в Киеве прилетела в 6 утра, в то время, когда люди спят, отдыхают. Ведь в обед или в более позднее время жертв могло бы быть меньше. Люди пошли бы в магазин, кто-то пошел бы гулять. А в воскресенье утром люди еще находятся дома и отдыхают. Это сделано было для того, чтобы было как можно больше жертв. Чтобы ракета не просто разбила дом, а убила как можно больше людей. Вот так российская армия пришла в Украину. Вот так расшисты уничтожают украинцев. Ты хуйло, Путин. И армия твоя хуйло. И народ твой, который молча за этим наблюдает, тоже.